друзья всем привет наверно по моей моське заметно начинаю новый влог заметно нет заметно то что я сегодня плохо себя чувствую а именно просто хотела поделиться странная такая вещь произошла после обеда где-то часа в два не на работе стало плохо и закружилась голова зрение упала в минус то есть вся картинка поплыла было такое ощущение знаете как вот когда 3d очки надеваешь как будто такое двойное изображение с ореолом вокруг всего такого плана было ощущение вот и стало жутко жарко то есть прям жар внутри какой-то попер вот и пересохла во рту и подташнивать вот вот ну я единственное что смогла заподозрить это давление вот там девчонки позвонили медсестре она пришла ну как бы сказали что подозрение на давление вот померила короче у меня нормальная мое такое вот комфортное для меня это 110 на 70 на тот момент у меня было по моему 125 на 80 или 100 125 на 85 8 что-то в этом духе или 120 мне не не помню как они там между собой варьируется ночью у меня было 125 для меня это чересчур вот мне короче накапали в или доль чеку или как там это называется корвалом чеку и дарит таблеточку вот я в общем и сказали то есть это у меня случилось после обеда где-то часа в два наверно вот и сказали после этого никакой работы просто сиди отдыхай головой не крути глазами не крути ничего не делай вот я очень дело сколько получается почти три часа вот но это случилось да это где-то вот из 15 без 10 2 из этого момента я вообще не могла ничего делать вот еще хотела вам рассказать поделиться впечатлениями вот такие батончики фикс прайсе продают сейчас поверну камеру расскажу свое мнение итак друзья что хочу сказать фруктовые батончики они называются я соблазнилась на кокосовый но хочу сказать что вообще и тот и другой совсем не о том о чем написано на упаковке это к слову о том как нас производители дурят и в том числе производителем и маркетинге маркетинговые исследователи всякие что написано да вот батончик фруктовый курага и кокос яблок и апельсин то есть то что крупным да на виду то и должно входить состав в основе внизу мы видим плюс финики изюм семена льна плюс изюм финики злаки семена льна имбирь и корица то есть вот этого должно быть как дополнение к этому а не наоборот вот но в итоге то есть я хочу вам сказать в итоге но здесь наверно не видно будет состав к сожалению здесь может быть видно на первом месте вот виноград сушеный на первом месте потом идут финики и дальше уже хлопья яблоки все такое прочее то есть вот этот батончик он вкуснее а кокосовый тут вообще кокоса нету ни запаха ни вкуса практически ешь эту самую финики перемолотые финики ни кураги ни кокоса здесь не чувствуется так что не берите барахло возьмите лучше протеиновые батончики они вкусные и полезные а это фигня отвратительно а финики можно купить просто за потраченные деньги причем один батончик был видите меньше чем 2 а стоили они одинаково по 25 рублей по моему ну что я хочу еще что я могу еще сказать не стоят они своих денег не берите короче друзья хотя еще с вами посоветоваться кто снимает из блогеров снимает на телефон посоветуйте какой-нибудь хороший видеоредактор но чтоб не очень не очень тяжелый по объему но при этом ну такой довольно простой и чтобы можно было заставку сделать потому что я скачала называется видео editor for youtube ну видеоредактор для youtube мне вообще не понравился ну я думаю вы видели крайний влог снятый на телефон да и я монтировала его в этом видеоредакторе мне не понравилось ну как бы он довольно простой но заставку поставить нельзя вообще не такой функции даже какие-то вот надписи сделать допустим написать сверху блок тоже нельзя то есть какая-то странная странный видеоредактор очень очень простой хотя по функционалу то есть там обрезать вырезать вставить кусок это прям на высоте мне понравилось как бы удобно все сделано вот но заставку не хочется отдельно делать вот и еще кстати ну напишите мне в комментариях кто в чем монтирует какие программки приложения лучше скачать вот еще хотела сказать что я вчера значит это дело смонтировала вчера выложила и вот но в плане того что мои впечатления до того как снимать на телефон и потом как монтировать и сразу выкладывать в общем впечатление таковы что смонтировать ладно смонтировала без заставки плохо конечно но при том когда я выкладывала это видео смонтированное на канал можно было к нему на только название придумать ни описание не тегов вообще ничего и как то это странно как то вообще пустое пустое описание практически не тегов ничего нет нельзя добавить там просто нет этого пунктика вот может быть это я добавляла как бы из этого редактора то есть я отредактировала и там есть сразу кнопочка выложить допустим в instagram или на youtube или еще куда там контактом twitter куча всего вот я выбрала сразу youtube и получилось что из этой программы он сразу выкидывался на канал и проблема как бы была в том что может быть это сама сама редактор так планирует расположение не расположение как это интерфейс такой в самом редакторе то есть можно придумать только название для видео но нельзя сделать теги и прочее прочее вот поэтому напишите мне кто в чем редактирует какой лучший редактор какой функционал у кого мы ну не интересуют заставки и чтобы когда выкладываешь видео можно было по максимуму добавить к нему все что нужно описание информацию какую-то и так далее вот так что жду ваши комментарии друзья после сегодняшнего тяжелого дня я жутко проголодалась и это мой на сегодня скромный ужин собственно овощная смесь припущенная на сковороде с небольшим качеством масла и кусочек печеночки люблю печенку так что всем кто ест приятного аппетита увидимся чуть позже